Наша жизнь это школа, все мы ученики. Господь, зная, что каждый из нас выберет, может избрать его, его благую волю, и может пойти по его пути, дарить нам всем жизнь. И вот жизнь наша временная, это подарок Бога всем нам. И человек, живя на этой земле, уже определяется, с кем ему быть, с Богом или вне Бога. Вот к нам привезли святые, святыни, мощи, святаго великомученика, целителя Пантелеймона. Они нетленны. Святой великомученик отошел к Богу в третьем веке. Этим мощам 1700 лет, и они нетленны. Также святыня, частица мощей святой Марии Магдалины. Она любимая ученица Иисуса Христа и верная его последовательница. Этим мощам 2000 лет, и также они нетленны. И вот этих святых объединяет одно, это любовь к Богу. Любовь к Богу до ненависти к себе. Но есть люди, которые любят себя до ненависти к Богу. И вот каждый из нас призван стать святым. То есть полюбить Бога всем сердцем своим до ненависти к себе. То есть мы должны себя отбросить на последний план и полюбить Бога. Но прежде чем полюбить Бога, мы должны полюбить ближнего. Господь сказал, кто исполнит заповеди слова мои, заповеди сии, тот будет моим учеником. Тот, кто полюбит ближнего своего, как самого себя, тот и может полюбить Бога. Потому что человек, не любящий своего ближнего, как он может полюбить того, которого не видел, если не любит тех, кого видит. Поэтому каждый из нас призван уподобиться Богу. Все мы созданы по образу и подобию Божию. Образ Божий в нас это бессмертие, словесность, бессмертие нашей души. А подобие Божие это святость. Это то, к чему мы должны все быть призваны. Его святой великомученик Мантелимон Целитель, он полюбил Христа. Он был язычником. Когда услышал веру о Христе от священника, он отбросил языческие верования. И всем своим сердцем устремился к Богу, стремился помогать людям. Был он врачом. И однажды, когда заболел человек, ни один из врачей этого времени не мог ему помочь. И тогда Пантелимон спрашивает. Если Христос действительно есть, тогда Он поможет. И обратился с молитвой к Богу, говорит, Господи Иисусе, где стели отрока сего. Этот отрок встал на ноги. И произошло чудо. Вот и святой Пантелимон всем сердцем уверовал во Христа и принял мученическую кончину. До конца своих земных дней служил Богу. Служил Богу всем, что имел. Святая Мария Магдалина, это та святая, как написано в Евангелии, из которой Господь изгнал семь бесов. Вот она полюбила настолько Христа, что до последних своих дней следовала за Ним всегда. Стояла у Христа, когда Христа распяли, служила своим имением Христу и ученикам. И после воскресения Христа она пошла и проповедовала Христа. Дошла до Рима, до Италии, встретила императора Тиверия, та самая Мария Магдалина, от которой по обычаю уже две тысячи лет пошла традиция преподносить крашеные яички на Пасху. Подарок всем людям, знак того, что Христос действительно воскрес. И это удивительное событие, когда Мария Магдалина пришла к языческому царю Тиверию и сказала, что Христос воскрес. Он скажет, как человек может воскреснуть, не поверю, ибо не может яйцо стать красным. Тогда она взяла яйцо и на глазах этого императора яйцо стало красным. И с тех пор люди на Пасху дарят вот эти яйца друг другу в знак радости, в знак воскресения Христова, в знак того факта, что Христос действительно воскрес. Если бы Христос не воскрес, как сказал апостол Павел, то вера наша тщетна. И вот каждому из нас Бог дает шанс, шанс ко спасению. И смысл жизни человека – это стать святым, уподобиться Богу. И кто-то говорит, что это невозможно, что это трудно. Да, это трудно, но это возможно. Потому что Христос показал всем нам пример, как это сделать. Он стал, Бог становится обычным человеком, таким, как мы. Становится полностью абсолютным человеком, принимает полностью человеческую природу, кроме греха. Вот и проходит весь путь, весь этап человеческой жизни. Рождается в самом ничинском образе, при ничинских условиях, в клеву. Живет в обычной семье, семье плотника. Проживает обычную жизнь и показывает, что реально не грешить. Все возможно. И страдает за всех нас. Берет всех грехи человечества на себя. И искупает все грехи своей причистой кровью. И говорит ученикам, идите, научите все народы. Христия их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их всему тому, чему Я вас научил. Расскажите всему народу, всем людям, что возможно спастись. Что спасение Я вам подарил. От вас лишь требуется только одно. Получить, взять это спасение. И мы в прикрещении. Господь нам дарит спасение. Господь нас омывает водами для жизни вечной. Вот мы спасение получили. А дальше что? А дальше человек живет и грешит. Вот и наша цель дальше. Спасение это удержать и приумножить. Вот и удержание спасения. Это является не жить без греха. Стараться не грешить. Если человек согрешил, пукается. Борьба со страстями, со грехами. Все мы солдаты. Ведь христианин от того, он Христов. Вот и мы должны сражаться с дьяволом. Сражаться со своими страстями, со своими грехами. Это есть удержание спасения. А приумножить спасение. Это наложить на себя какие-либо подвиги. Милосердие. Жертвенность и так далее. Монашество. То есть приумножение вот этих даров. Стать гораздо выше. И Господь нам поможет спастись. Тут один из святых сказал. Что если человек действительно пришел, откликнулся на голос Божий. То Господь такого человека спасет. Главное, чтобы у человека было желание. Поэтому не нужно отчаиваться, говоря, что мы грешные. И мы не спасемся. То есть люди такие впадают в уныние. Далее в отчаяние. Да не будет этого. Спасение Господь нам подарил. И нам поможет. Помогает нам спастись. А сколько было случаев, когда человек, живя христианской жизнью, ходил в храм. Потом постигла этого человека болезни. И человек оказывается прикованным к постели. Это каждый священник может рассказать из своего опыта. И казалось бы, человек уже продолжительное время не посещает храм. Но Господь хранит этого человека и ждет момент, чтобы человек этот покаялся перед своей смертью. Вот находятся родственники, или этот самый человек говорит, позовите мне священника. И когда приходишь, исповедуешь этого человека, причащаешь этого человека. И человек на глазах преображается. Очищается. Становится преображенным. Светящимся. Вот и Господь такого человека спасает. Вот и человек после таких случаев на следующий день или через несколько часов отходит к Богу. Был бы у меня недавно случай, несколько месяцев назад, когда одна благочестивая женщина звонит чуть ли не ночью. Говорит, батюшка, приедьте, пожалуйста. Моя бабушка умирает, просит, чтобы вы приехали. Я собираюсь, еду, приезжаю. Женщина лежит на одре, в здравом уме. И не сказал бы, что она должна умереть. Через несколько, через день или через два дня. Но вроде так здраво размышляет и хорошо себя чувствует. Но я вижу, что человек отходит к Господу. Я с ней прощаюсь. Она исповедуется, причащается. Я ей говорю, ну вот, завтра умрете. Отойдете к Богу. Вот и прошу вас помолиться обо мне. Она плачет и говорит, батюшка, мне страшно. Я говорю, страшно должно быть тем, кто умирает без покаяния. А для вас это радость, это милость Божия, когда Господь открыл вам вот эту часть смерти, минуту смерти. И у вас есть возможность примириться со всеми. Покаяться в своих грехах. Я часто говорю людям, вот надо жить одним днем, как говорят святые отцы. Что значит? Это не значит, что мы должны все оставить, забыть. Нет. Одним днем жить, это значит проживать этот день, как будто это последний день нашей жизни. Представьте себе, если мы узнаем, что этот день, последний день нашей жизни, как бы мы его прожили. Ну, любой, наверное, здравомыслящий христианин, он бы попросил прощения, кого убедил или кого не обидел. Всех. У всех попросил. Пойдет по сетку, по улице, просил бы прощения, чтобы все его простили. Из-под земли бы достал бы священника, исповедовался бы, причастился бы. И, наверное, всю ночь молился бы на колени, просил у Бога прощения. Вот, то есть, прожил бы этот день не греша. Вот, и Господь забрал бы вот такого человека к себе. Вот, и вот так должен жить каждый человек, каждый из нас. Проживает этот день не греша, зная, что мы можем сегодня и лечь, а завтра уже не проснуться. Вот, и это вот я с этой женщиной попрощался. Вот, мы поцеловались, обнялись. Вот, и я сказала, молитесь, остается у вас время, читайте Иисусову молитву, молитесь. И уезжаю, и через несколько часов мне звонят, говорит, батюшка, она отошла к Богу. Вот, и я когда приехал на следующий день, вот, слезы были на глазах. И радость, радость по этому человеку, что действительно радостно такого человека погребать, отпевать, да, и молиться за такого человека, и петь ему, и петь, и читать эти чудные, удивительные слова со святыми и упокой, зная, что Господь действительно этого человека взял к себе. Поэтому мы должны устремиться к этому блаженству. Пока у нас есть возможность, пока у нас есть время, пока ноги наши ходят, пока храмы еще не закрыты, гонений пока нету, Господь нам всем дает время, шанс прийти к Нему. Помоги нам всем, Господь, сделать правильный выбор. Аминь. Аминь.